Привет, меня зовут Руслан Саприкин и ты смотришь пятый урок по созданию гостевой книги на Laravel версии 5.1. В данном уроке мы наконец приступим к изучению модели, как раз той части приложения, которые отвечают за работу с нашей базой данных. Для начала разберем структуру таблицы сообщений в нашем файле миграций. Таблица messages имеет 6 полей. Это id с автоинкрементом и первичным ключом типа int, поле name имя автора сообщения типа varchar с индексом, email тоже varchar текст и два специальных поля дата создания записи и дата обновления типа timestamp, которые заполняются автоматически, но к ним вернемся чуть позже. Запустим миграцию. По умолчанию модели создаются в короне папки app, например модель user, которая создалась при установке. Давайте откроем этот файл. Все модели наследуются от класса model. А теперь давайте создадим свою модель, используя, как вы уже наверное догадались, artisan. Для этого напишем следующую команду. И действительно, наша модель только что создалась в папке app. Удалим ее и продолжим. При создании модели можно одновременно создавать иммиграцию. Для этого всего лишь надо добавить опцию минус m в нашу команду. Как видим, таким образом мы создали модель иммиграцию. Открыв последнюю, увидим, что автоматически добавилось и название таблицы. Согласитесь, это очень удобно. Но что делать, если мы хотим хранить модели, например, в папке models? Для этого просто добавляем models к названию, вот так. Фреймворк многое делает интуитивно. Так, если название модели message, то он будет считать, что название таблицы messages. И нам не надо указывать это явно. Но если название таблицы имеет другую форму, то для явного указания на это есть специальное свойство table, в котором и указывается название. А если наш первичный ключ не ID, это также можно указать в свойстве класса с названием primary key. Но нам этого делать не нужно, поэтому удалим все лишнее и продолжим. Хочу показать вам еще одну специальную команду. Она позволит выполнять наш PHP код в консоли. Все, теперь мы можем работать. Первым делом укажем, что будем использовать нашу модель message. Создадим новую модель. Но предварительно давайте вспомним, какие поля имеются в нашей таблице. Собственно, это ID, Name, Email, Message и два поля. CreatedAt и UpdatedAt. Если перейти в класс Model, то там находятся две константы, как раз хранящие название этих специальных полей. Кстати, если в вашей модели не нужны данные поля, то надо явно это указать. Присвоив свойства timestamps класса, значение false. Иначе при сохранении и обновлении будет ошибка. Итак, для создания модели можно присвоить свойствам с такими же именами, как и поля в таблице, соответствующие значения. А в конце просто вызываем метод save. Теперь, чтобы убедиться, что запись создалась, выведем все записи с помощью метода all. А результат преобразуем в массив с помощью метода toArray. Отлично, запись добавилась и даже автоматически заполнились дата создания и дата обновления. Далее добавим новое сообщение аналогичным образом. Снова выведем. И теперь у нас уже две записи. Если же просто вызывать метод all, то он вернет объект collection. Для того, чтобы получить запись по ID, используется метод find, который принимает значение ID. Для обновления записи просто меняем нужное значение и сохраняем. Проверим. Да, запись действительно обновилась. Для удаления у нашей модели используется метод delete. Теперь осталась одна запись. Есть еще один способ создавать и обновлять записи. Для этого в методы create и update соответственно передается массив, в котором в качестве ключей выступают наши поля. Но в Laravel по умолчанию отключена данная возможность и как следствие мы получим следующую ошибку. Такое поведение вызвано соображениями безопасности, ведь таким образом можно затереть наши служебные поля, например ID. Чтобы это исправить, просто укажем те поля, которые можно затрагивать данным способом. Для этого у нас есть специальное свойство, которому присваивается массив разрешенных полей. Укажем поля name, email и message. Повторим попытку и теперь все выполняется успешно. Еще раз убедимся в этом. Чтобы выйти из режима данной команды, можно написать exit с круглыми скобками, либо без них, или использовать сочетание клавиш Ctrl плюс C. Но вернемся в контроллер. Далее выведем все имеющиеся сообщения уже известным вам способом. В результате видим два сообщения. Теперь добавим их в шаблон. Метод all вернет все сообщения, а метод count, как вы уже наверное догадались, и количество. В нужном месте выведем количество и проверим. Упс, неправильно написал имя класса. Попытка номер два. И вот теперь количество сообщений вывелось. После чего для списка создадим отдельный файл и вынесем разметку туда. Теперь с помощью метода из empty определяем, имеются ли сообщения или нет. Если да, то выводим их, ну а если нет, можно вывести соответствующий текст. Но это уже вы сделаете сами. С помощью forEach выведем все наши сообщения. Сначала добавим имя и текст сообщения и проверим. Как и ожидалось, они вывелись. Теперь выведем дату, предварительно закомментировав текст даты. Просто, чтобы видеть наглядно, что хотим получить. Дата выделилась, но не в том формате, который нам нужен. Ставлю небольшой блок. Здесь мы выводим ID. Далее, если указан email, то выводим ссылку, открывающую почтовый клиент. Иначе просто имя. В нашем случае, email не указаны, поэтому вывелись просто имена. Итак, если вновь посмотрим на наш список, то заметим две проблемы. А именно, другой формат даты и то, что сообщение выводится без сортировки по дате создания. Для начала разберемся с сортировкой. В этом нам поможет метод orderBy, который первым параметром принимает название поле, у нас это createdAt, а вторым как сортировать, по возрастанию или по убыванию. И далее вызовем метод get, который возвращает результат. На самом деле, Laravel предоставляет нам два специальных метода, которые упрощают работу с сортировкой. Первый метод, latest, принимает поле для сортировки и сортирует по убыванию. Как вы уже, наверное, заметили, он использует метод orderBy. И, соответственно, обратный метод, oldest, устанавливающий сортировку по возрастанию. Нам подойдет первый метод, причем без параметров, так как по умолчанию он использует поле createdAt. И снова обновляем страницу. В итоге результат не изменился. Ну вот, одну проблему мы решили, а ко второй вернемся чуть позже. Сначала давайте выведем погенацию. Для этого воспользуемся методом paginate, принимающим количество записей и выводим их на страницы. Также он принимает, какие поля нужны, ключ для номера текущей страницы, чтобы страница определялась автоматически, и сам номер страницы. Причем все параметры необязательны. Так как у нас всего два сообщения, я пока выведу одно на страницы. А чтобы переключаться между страницами, выведем ссылки на них в шаблон, с помощью всего одного метода render. После чего попробуем осуществить переход по страницам. Перед тем как двигаться дальше, давайте поменяем число записей, к примеру, на 3. С этим все, но у нас осталась еще одна проблема, а именно некорректный формат даты. Чтобы это поправить, всего лишь надо добавить специальный метод в нашу модель, так называемый аксессор. Данный метод имеет специальное правило в именовании. Например, для нашего поля createdAt должно начинаться с get, далее название нашего поля в верблюжьей аннотации, даже если ваше поле разделено нижним подчеркиванием, и заканчивается словом attribute с большой буквы. На вход метод принимает само значение, и возвращает уже модифицированное. В данном случае нам нужно изменить формат даты, и для этого в Laravel используется библиотека Carbon, поэтому первым делом подключим ее. Далее вызываем метод createdFromFormat, передаем ему текущий формат и само значение. После вызываем метод формат и передаем ему тот формат, который хотим получить на выходе. Проверим. Отлично. То, чего и добивались. На сегодня все. Урок подошел к концу. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok